Здравствуйте дорогие друзья! Появилось много эпловых новостей и начнем мы с обновлений операционок. По первой бете iOS 12.3 мы сможем понять, в каком направлении пока двигается Apple до выхода iOS 13, который продемонстрирует 3 июня на WWDC 2019. Удивлен, но Apple продолжает допиливать прошивку под старое устройство. К примеру iPhone 5s стал чуточку быстрее включаться и немного быстрее запускать некоторые системные приложения. Браво! На других устройствах говорят об ускорении в меню многозадачности, хотя сравнительно на iPhone X, XS и XR я изменений не заметил. В комментариях можете отписаться о своих впечатлениях. Основное направление компании в данный момент развитие телевизионных сервисов, которые были представлены 25 марта. Об этом я рассказал в обзоре финальной прошивки iOS 12.2. Начнем с того, что в таких регионах как Беларусь наконец-то появилось приложение TV, а в остальных оно существенно обновилось и это не только перерисованная иконка самой программы. Количество вкладок в нижней панели сократилось, были удалены спорт и магазин. В верхней части появились фильтры. В зависимости от региона их разное количество. У меня в Беларуси только фильмы, а к примеру в США есть еще телешоу, спорт и детский контент. Раньше приложение TV было менее самодостаточным. К примеру, для того чтобы посмотреть фильм или сериал, необходимо его сначала было купить в сторонних приложениях. К примеру в iTunes. Сейчас же все делается в интерфейсе программы. Появилась стандартная иконка для быстрого доступа к учетной записи пользователя. Были значительно переработаны основные разделы каталогизатора. Все стало проще и интуитивно понятнее. Изменен дизайн плиток, в которой мастится изображение обложки контента. Теперь на одной странице, к примеру, на вкладке поиск их помещается значительно больше. Интерфейс страниц с фильмами стал более презентабельным и стилизованным под отображаемый контент. Кстати кнопка шаринга убежала в правый верхний угол, а функция далее обрела отдельное место. Все это круто, но Беларусь почему-то до сих пор относится к Европе и вы как видите количество контента у нас нещадно мало. Описание часть фильмов на английском. Про цены я вообще молчу, хотя в русском сегменте с ценами и количеством фильмов и сериалов все в полном порядке. А еще обновилась версия модема. Как это повлияло на качество связи или интернет соединения пока не понятно. Свои впечатления о прошивке оставляйте в комментариях. В обновлении WatchOS 5.2 для Apple Watch появилась поддержка AirPods 2 поколения и расширен список стран с поддержкой ЭКГ. К сожалению страны СНГ проходят мимо, так что единственный способ воспользоваться этой функцией на данный момент приобрести часы в официально поддерживаемых странах. Ну и гвоздь программы слитые чертежи из цепочки поставщиков, которые подтверждают наличие тройного модуля основной камеры упакованного в квадратную рамку iPhone 11. Все очевиднее становится, что скорее всего в сентябре этого года мы увидим что-то подобное. Лично я считаю, что наиболее симпатичную реализацию модуля тройной камеры, тем более в квадратном блоке, можно увидеть в линейке Mate 20 компании Huawei. Особенно в таком брутальном чехле. Кстати, один из таких девайсов уже у нас был на обзоре. Welcome. А вот свое мнение по этому поводу оставляйте в комментариях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok